Филипп Киндреддик Самозванец «Я собираюсь взять отпуск», — сказал жене за завтраком с Пен Солхом. «По-моему, я его заслужил. Десять лет — достаточный срок». «А как же проект?» «Войну выиграют и без меня. Особой опасности старушка-земля не подвергается. «Знаешь, как я хотел бы провести отпуск? Взять палатку и отправиться в лес за город, где мы были в тот раз. Помнишь, когда я нашел ядовитый гриб, а ты чуть не наступила на гремучую змею?» «Сатанвуд?» — Мэри убирала со стола. «Эти леса сгорели несколько недель назад. Я думала, ты знаешь. Внезапный пожар». Олхом паник. «Что же, они даже не попытались выяснить причину?» Он скривил губы. «Всем на все стало наплевать. Все помешались на войне». Когда он вспомнил о пришельцах, о кораблях-иглах, челюсти его сжались. «А как же иначе?» Олхом кивнул. «Мэри, разумеется, права. Маленькие черные корабли и созвездия Альфа-Центавра легко, как беспомощных черепах, обходили космические крейсеры землян, и только у самой планеты встречались с защитным полем, созданным в лабораториях фирмы Вестенгаус. Поле, укрывшее сначала крупнейшие города Земли, а затем и всю планету, остановило продвижение пришельцев. Но чтобы выиграть войну, требовалось мощное наступательное оружие. Все лаборатории день и ночь безостановочно работали над его созданием. На это были нацелены все проекты, в том числе и тот, над которым работал Олхом, оказавшийся к цели ближе других. Достав из шкафа пиджак, Олхом вышел на крыльцо. Вот-вот должна была появиться шлюпка, которая доставляла его в лабораторию проекта. «Надеюсь, Нельсон не опоздает?» Олхом взглянул на часы. «Да вот он», — сказала Мэри, всматриваясь в просвет между домами. Олхом открыл дверцу, забрался в приземлившуюся шлюпку и со вздохом уселся в кресло. Рядом с Нельсоном сидел пожилой человек. «Майор Петерс», — представил его Нельсон. Корабль рванулся в небо. «По-моему, раньше я вас в лаборатории не видел», — сказал Олхом. «Нет, я не участвую в проекте», — ответил Петерс. «Но я знаю, чем вы занимаетесь. Я работаю совсем в другой области. В общем-то, я сотрудник службы безопасности». «Вот как?» — Олхом поднял брови. «Противник проник в наш район? Собственно говоря, я приехал сюда из-за вас, Олхом». Олхом был озадачен. «Из-за меня? Что случилось? Я здесь для того, чтобы арестовать вас, как шпиона пришельцев». «Нельсон!» — в ребра Олхома уперся пистолет. Нельсон был бледен, руки его тряслись. Он сделал глубокий вдох. «Ликвидируем его сейчас?» — прошептал он Петерсу. «По-моему, его надо убить сразу. Ждать нельзя!» Олхома торопело уставился на своего друга, открыл рот, но не смог произнести ни слова. Он почувствовал тошноту, закружилась голова. «Я не понимаю», — пробормотал он. В этот момент корабль начал набирать высоту, устремляясь в космос. Исчезли из виду здания проекта. «Подождем», — произнес Петерс. «Мне надо задать ему несколько вопросов». Олхом тупо глянул в иллюминатор, за которым сияли звезды. «Арест произведен», — сообщил Петерс по видеопередатчику. На экране появилось лицо начальника службы безопасности. «Все в порядке». «Осложнения?» «Никаких. Он сел в корабль, ничего не подозревая. Мое присутствие его не насторожило». «Где вы находитесь?» «Минуем защитное поле. Движемся на максимальной скорости. Думаю, что самое сложное позади». «Я хочу взглянуть на него», — сказал начальник секретной службы. Он уставился на Олхома, который сидел с отсутствующим взглядом, сложив руки. «Вот он, значит, какой». Он оглядел Олхома. Тот молчал. Наконец, начальник кивнул Петерсу. «Достаточно». На его лице появилось выражение легкой брезгливости. «Я видел все, что хотел. Ваша работа будет отмечена. Но есть ли вероятность, что...» «Вероятность есть, но она невелика. Как я понимаю, нужна кодовая фраза. В любом случае придется рисковать». «Я сообщу базе на Луне, что вы приближаетесь». «Не надо», — сказал Петерс. «Я посажу корабль за пределами базы. Зачем рисковать?» «Действуйте, как считаете нужным». Когда начальник службы безопасности вновь взглянул на Олхома, глаза его блеснули. Затем изображение померкло, и экран погас. Нельсон ерзал в соседнем кресле. «По-моему, это надо сделать сейчас», — сказал он. «Я бы все отдал, только чтобы это скорее закончилось». «Успокойтесь», — ответил Петерс. «Принимайте управление, мне надо с ним поговорить». Он уселся рядом с Олхомом, взглянул ему в глаза. И внезапно протянул руку, легко дотронувшись до щеки Олхома. Олхом молчал. «Если бы только я мог известить Мэри», — думал он. «Только бы дать ей знать». Он оглядел кабину. «Как? Видеосвязь?» Нельсон навис над панелью приборов, держа в руке пистолет. Ничего сделать нельзя. Олхом был в ловушке. «Но почему?» «Слушайте», — обратился к нему Петерс. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Вы слышали, куда мы направляемся? На Луну. Через час мы сядем в пустынной местности, и вами сразу же займется специальная группа. Вы будете уничтожены. Вы это понимаете?» Он взглянул на часы. «Через два часа вас не станет». Олхом очнулся от забытия. «Скажите, что я сделал?» «Конечно, скажу», — кивнул Петерс. «Два дня назад мы получили сообщение о том, что кораблю пришельцев удалось проникнуть сквозь защитное поле. Корабль высадил шпиона в виде гуманоидоподобного робота, который должен был уничтожить определенного человека и занять его место». Петерс хладнокровно взглянул на Олхома. «Внутри робота находится термоядерная бомба. Наш агент не знает, каков механизм ее детонации, но он предполагает, что это кодовая фраза или группа слов. Робот должен занять место убитого человека, ходить на работу, общаться с окружающими. Он абсолютно идентичен этому человеку. Отличить его невозможно». Олхом побледнел. «Робот должен был занять место Спенса Олхома, высокопоставленного сотрудника Центральной лаборатории проекта. Поскольку работы приближаются к завершающей стадии, присутствие живой бомбы в самом сердце проекта...» Олхом уставился на свои руки. «Но Олхом — это я». После того, как робот обнаружил и убил Олхома, занять его место было несложно. Предположительно, робот покинул корабль восемь дней назад. Подмена, вероятно, произошла в конце прошлой недели, когда Олхом гулял в горах. «Но Олхом — это я». Он повернулся к Нельсону, сидевшему у панели приборов. «Ты разве не узнаешь меня? Мы знакомы двадцать лет. Помнишь, как мы вместе учились в колледже?» Он поднялся из кресла. «В университете мы жили в одной комнате». «Не подходи ко мне», — прорычал Нельсон. «Я не хочу этого слышать. Ты убил его. Ты машина!» Олхом взглянул на Нельсона. «Ты ошибаешься. Я не знаю, что произошло, но робот не нашел меня. Что-то не сработало. Может быть, корабль потерпел крушение?» Он повернулся к Петерсу. «Я Олхом. Я это знаю. Подмены не произошло. Я тот же, кто и был. Это можно проверить. Верните меня на Землю. Проведите рентген, неврологическое обследование. Все, что хотите. Вероятно, можно найти корабль, потерпевший крушение». «После того, как робот убил Олхома», — произнес Петерс. Имплантировал себе сигналы его мозга, воспринял его личность. Он забыл о том, что был роботом. Суть в том, что он должен выглядеть как Олхом, обладать его интересами, выполнять его работу. Но одно отличие все-таки есть. Внутри робота находится термоядерная бомба, которая взорвется после кодовой фразы. «Вот почему мы везем вас на Луну. Там вас разберут и вынут бомбу. Возможно, она взорвется, но там это уже не будет иметь значения». Олхом медленно сел. «Скоро мы будем на месте», — сказал Нельсон. Олхом откинулся в кресле, лихорадочно размышляя, пока корабль опускался на планету. На них надвигалось безжизненное, в оспинах лицо Луны. «Что можно сделать? В чем спасение?» «Приготовиться», — сказал Петерс. Через несколько минут он будет мертв. Внизу он заметил небольшую точку, какое-то здание. В здании его ждут и раскромсают на части. Не обнаружив бомбы, они, вероятно, удивятся и поймут, что ошиблись, но будет поздно. «Посадка», — сказал Петерс. Корабль медленно опустился, подскочив на жесткой поверхности. Наступило молчание. Нельсон принялся торопливо надевать скафандр. «А что с ним?» Он указал на Олхома. «Ему скафандр не нужен?» «Нет», — покачал головой Петерс. «Роботы наверняка не нуждаются в кислороде». Группа захвата вплотную приблизилась к кораблю и остановилась в ожидании. Петерс махнул им рукой. «Пошли!» «Если вы откроете дверь», — сказал Олхом, — «я умру. Это будет убийство». «Откройте дверь», — произнес Нельсон и протянул руку к запору. Олхом увидел, как пальцы Нельсона сжались на металлической рукоятке. Через мгновение дверь откроется, и воздух из корабля рванется наружу. Олхом умрет, и они сразу поймут свою ошибку. Наверное, в другое время они бы действовали по-иному, но сейчас все напуганы. Все только и заняты тем, как бы найти очередную жертву. Его убивают потому, что не желают искать доказательства его невиновности. Не хватает времени. С Нельсоном они дружили много лет. Вместе ходили в школу, на свадьбе у Нельсона он был свидетелем, и вот теперь Нельсон готов убить его. Такие времена. Возможно, именно так вели себя люди во время чумных эпидемий. Возможно, и тогда убивали без колебаний, без доказательств. Он не винил их. Они лишь представители военной бюрократической машины, которая действует в точном соответствии с инструкцией. Но он должен был сохранить свою жизнь. В конце концов, ради них же, ибо для Земли он представлял немалую ценность. Что же можно сделать? Что? Он огляделся. Вы правы, внезапно произнес Олхом. Мне не нужен воздух. Открывайте дверь. Нельсон и Петерс остановились, глядя на Олхома с тревожным изумлением. Давайте же, открывайте дверь. Мне все равно. Олхом сунул руку во внутренний карман пиджака. Интересно, как далеко вы двое успеете убежать? Убежать? Вам осталось жить 15 секунд. Он пошевелил пальцами под тканью пиджака. Затем расслабился, слегка улыбаясь. Вы ошиблись только в одном. В ваших рассуждениях о кодовой фразе. 14 секунд. Из шлемов скафандров на него глядели потрясенные лица. Эти двое бросились открывать дверь, мешая друг другу. Воздух рванулся наружу. Петерс и Нельсон выскочили из корабля. Олхом подбежал к двери и захлопнул ее. Гулка заработала автоматическая система восстановления давления воздуха. Олхом выдохнул. Еще секунда, и... Нельсон и Петерс бросились к ожидающей их группе. Люди рванулись в сторону. Они падали на землю, закрывая голову руками. Олхом уселся в кресло пилота. Корабль задрожал и отделился от поверхности. «Извиняюсь», – пробормотал Олхом. «Но мне надо назад, на землю». Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. Олхом склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нем проступило изображение. Сигнал прошел без помех. Олхом с облегчением вздохнул. «Мэри», – позвал он. Женщина взглянула на него и охнула. «Спенс, ты где? Что произошло?» «Пока я не могу тебе ничего сказать, я спешу. Разговор могут прервать в любую минуту. Отправляйся в лабораторию и найди доктора Чемберлена. Если его там нет, разыщи любого врача. Он должен захватить рентген, флюроскоп». «Но, Спенс...» «Прошу тебя, поторопись. Врач должен быть дома через час». Олхом приблизил лицо к экрану. «Ты одна?» «Одна?» «В доме еще кто-нибудь есть? Нельсон или кто-то другой не связывались с тобой?» «Нет, Спенс, я не понимаю». «Ладно, увидимся дома через час. И никому ни слова. Привези Чемберлена под любым предлогом. Скажи, что ты очень больна». Он отключил связь и взглянул на часы. Через минуту он покинул корабль и вышел в ночь. Ему предстояло пройти полмили. Свет горел только в кабинете. Олхом осматривал дом, опершись на забор. Ни звука, ни движения. Он поднял руку и посмотрел на циферблат при лунном свете. Прошел почти час. Над улицей пролетела шлюпка и скрылась. «Данные обследования, фотографии, протокол – это единственный шанс что-либо доказать. Если ему удастся пройти обследование, если его не убьют раньше...» Но это единственный путь. Доктор Чемберлен – первоклассный специалист, руководитель медицинской службы проекта. Его слову верят. Он в состоянии остановить эту истерию и безумие. Олхом направился к дому, подошел к крыльцу, остановился, прислушиваясь около двери. Изнутри не доносилась ни звука. В доме царила полная тишина, и это показалось ему подозрительным. Олхом, не двигаясь, стоял на крыльце. «Те, кто находятся в доме, стараются не нарушать тишину. Почему?» Олхом неуверенно потянулся к дверной ручке. Затем внезапно изменил свое решение и нажал кнопку звонка. В доме, наконец, послышался звук шагов. Дверь открыла Мэри. Увидев ее лицо, Олхом все понял. Он рванулся к кустам. Сотрудник службы безопасности, оттолкнув Мэри, выстрелил вслед. Олхом нырнул за угол дома. Он бежал в темноте, бросаясь из стороны в сторону. Луч прожектора следовал за ним, но не мог настигнуть. Олхом пересек дорогу и перелез через забор. Он очутился в чем-то дворе. Слышно было, как сзади бегут сотрудники службы безопасности, перекликаясь на ходу. Олхом тяжело дышал, грудь его ходила ходуном. Ее лицо. Все сразу стало понятно. Поджатые губы, наполненные болью и страхом глаза. А если бы он открыл дверь и вошел? Они подслушали разговор и устроили ловушку. Возможно, Мэри поверила их версии. Нет сомнений, она тоже считала его роботом. Олхом выбрался из поселка. Погоня отстала, потеряв его. Он оказался на вершине холма и начал спускаться по противоположной стороне. Вскоре он будет у корабля. Но куда лететь? Олхом замедлил шаг и остановился. Силуэт корабля уже виднелся на фоне ночного неба. Прячась за деревьями, он осторожно приближался к кораблю. На фоне освещенной кабины появилась фигура Петерса. В руке у него был пистолет. Олхом застыл на месте. Петерс вглядывался в темноту, не замечая его. «Я знаю, что ты здесь», – произнес он. «Выходи, Олхом, ты окружен». Олхом не шевелился. «Послушай меня. Мы ведь все равно поймаем тебя. Послушай меня. Мы ведь все равно поймаем тебя и очень быстро. Ты, видимо, продолжаешь считать себя человеком. Твой звонок доказывает лишь одно. Ты по-прежнему находишься под воздействием иллюзий, созданных искусственной памятью. Но ты робот. Робот, несущий смерть. В любой момент ты сам или кто-то другой может произнести кодовую фразу. Когда это произойдет, на миле вокруг все будет разрушено. Все погибнут. Твоя жена, мы, проект. Понимаешь?» Олхом молчал. Он прислушивался. Сотрудники службы безопасности приближались. «Если ты не выйдешь, мы все равно поймаем тебя. Это дело времени. Мы не собираемся снова отправлять тебя на Луну. Мы уничтожим тебя на месте, даже рискуя тем, что бомба сдетонирует. В этот район направлены все имевшиеся в наличии сотрудники службы безопасности. Осмотру подвергается каждый дюйм. Деваться тебе некуда. Лес окружен. Поиски завершатся максимум через шесть часов. Это все, что у тебя осталось». Олхом сдвинулся с места. Петерс продолжал говорить. Олхома он по-прежнему не видел. Было слишком темно. Но Петерс был прав. Деваться Олхому было некуда. Он мог спрятаться в лесу, но рано или поздно его поймают. Дело времени. Что же делать? Он потерял корабль, свою последнюю надежду на спасение. В доме засада его жена заодно с охотниками, убежденная в том, что настоящий Олхом убит. Он сжал кулаки. Ведь где-то лежит поврежденный корабль пришельцев, а в нем останки робота. Причем корабль, вероятно, упал где-то неподалеку. Разрушенный робот находится внутри. «Может быть, это и есть надежда?» «Надо найти этого проклятого робота, если он сумеет предъявить им останки и корабль. Но где они?» Олхом продолжал размышлять, углубляясь в лес и стараясь не шуметь. Корабль пришельцев должен был приземлиться неподалеку от лаборатории. Расчет был на то, что робот пройдет остальную часть пути пешком. Авария и пожар. Может быть, в этом какой-то ключ, какой-то намек. Читал ли он что-нибудь об этом? Слышал ли что-нибудь подобное? Где-то неподалеку, куда можно добраться пешком. Отдаленное место. Безлюдное. Внезапно Олхом улыбнулся. Авария и пожар. Сатанвуд. Он ускорил шаг. Наступило утро. Солнечный свет пролился на сгоревшие деревья, высветив фигуру человека, притаившегося на опушке. Олхом оглядывал местность, напряженно прислушиваясь. «Они уже близко. Через несколько минут они будут здесь». Он улыбнулся. На поляне, среди сгоревших останков того, что некогда называлось Сатанвудом, лежал потерпевший крушение корабль. Корпус его поблескивал под солнцем. Олхом нашел его без особого труда, поскольку хорошо знал эти места. Когда был моложе, исходил здесь все тропы. Он знал, где искать корабль. Он выпрямился. До него уже доносились голоса участников погони. Охотники приближались. Олхом напрягся. Все зависит от того, кто первым увидит его. Если это будет Нельсон, у него нет ни одного шанса. Нельсон выстрелит мгновенно, и Олхом погибнет, прежде чем люди увидят корабль. Итак, кто с ним столкнется первым? Хрустнула сгоревшая ветка. Человек неуверенно пробрался вперед. Олхом глубоко вздохнул. У него оставалось лишь несколько секунд, и, возможно, это были последние секунды в его жизни. Олхом напряженно уставился в чащу. Это был Петерс. «Петерс!» Олхом замахал руками. Петерс вскинул пистолет. «Не стреляйте!» Голос Олхома дрожал. «Взгляните на поляну! Корабль! Корабль пришельцев! Взгляните!» Петерс колебался. Пистолет в его руках дрожал. «Он там!» Торопливо проговорил Олхом. «Я знал, что найду его. Лес горел. Теперь вы поверите мне. Внутри корабля вы найдете останки робота. Пожалуйста, посмотрите!» «На поляне что-то есть!» Нервно сказал один из преследователей, прикрывавший Петерса. «Пристрелите его!» Раздался голос. Это кричал Нельсон. «Не стрелять!» Резко приказал Петерс. «Операции командую я. Не стрелять! Теперь он от нас никуда не уйдет!» «Пристрелите его!» Молил Нельсон. «Он убил Олхома! В любой момент он может разнести всех нас! Если бомба взорвется...» «Заткнитесь!» Петерс двинулся к поляне. «Взгляните, что там!» Он подозвал к себе двоих сотрудников. «Произведите осмотр места!» Охотники осторожно приблизились к останкам корабля. «Ну что там?» Крикнул Петерс. Олхом затаил дыхание. Робот должен быть там. У Олхома не было времени самому осмотреть корабль, но он был уверен, что робот там. А если нет? Вдруг робот сумел уцелеть и уйти? Или наоборот, полностью сгорел?» Олхом облизал губы. На лбу выступил пот. Нельсон неприязненно смотрел на него глубоко дыша. «Ну что?» Спросил Петерс вернувшихся сотрудников. «Что-нибудь там есть?» «Похоже на то. Это корабль пришельцев. Рядом с ним что-то лежит. Пойду взгляну». Олхом наблюдал, как Петерс спускается по холму. «Тело!» – крикнул Петерс. «Идите сюда!» Олхом спустился к кораблю. На земле лежало нечто странное, скрученное и перевернутое. По форме это напоминало человеческое тело, но руки и ноги изгибались под невероятным углом. Рот был открыт, пустые глазницы смотрели вверх. «Похоже на сломанную машину!» – пробормотал Петерс. Олхом слабо улыбнулся. «Ну что?» – спросил он. Петерс взглянул на него. «Мне трудно в это поверить, но, кажется, с самого начала вы говорили правду». «Робот не добрался до меня!» – сказал Олхом и, наконец, закурил. «Он был разрушен, когда случилась авария. Вы слишком заняты войной, чтобы поинтересоваться, почему внезапно загорелся дальний лес. Теперь вы знаете причину!» Он наблюдал за ними, поминутно затягиваясь. «Теперь вы обезвредите бомбу!» – сказал Олхом. Петерс нагнулся над телом. «По-моему, я ее вижу!» В груди робота зияла рана и в глубине что-то металлически поблескивало. «Если бы робот сохранился, рано или поздно мы взлетели бы на воздух!» – сказал Петерс. «Оказывается, даже ваш аппарат способен давать сбои!» – криво улыбнулся Олхом. «Впрочем, бюрократия везде одинакова!» «По-видимому, мы ваши должники!» – вынужден был согласиться Петерс. Олхом потушил сигарету. «Я, разумеется, знал, что робот меня не нашел, но у меня не было возможности доказать это. Вот в чем проблема. Можно ли логически обосновать, что ты – это ты?» «Как насчет отпуска?» – поинтересовался Петерс. «Думаю, мы могли бы это устроить!» «В данный момент я больше всего на свете хочу добраться до дома!» – ответил Олхом. «Отлично!» – сказал Петерс. «Все что угодно!» Нельсон продолжал изучать останки робота. Внезапно он протянул руку к металлическому предмету, который поблескивал в груди. «Не трогай!» – сказал Олхом. «Бомба может взорваться! Пусть этим лучше займутся саперы!» Но Нельсон уже ухватил металлический предмет и потянул его на себя. «Что ты делаешь?» – закричал Олхом. Нельсон выпрямился. Лицо его было искажено ужасом. В руке он держал металлический нож, которым пользуются пришельцы. Нож был покрыт кровью. «Этим его убили», – прошептал Нельсон. «Моего друга убили вот этим». Он дико взглянул на Олхома. «Ты убил его и оставил возле корабля!» Олхом задрожал. Зубы его застучали. Он смотрел то на нож, то на тело. «Это Олхом?» – проговорил он. Мысли его смешались. «Но если это Олхом, значит, я…» Он не успел закончить фразу, как Сатан Вуд взлетел на воздух. Филипп Киндреддик. Самозванец. Читал Владимир Коваленко. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рассказы. Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы, можно подписавшись на Бусти или Патреоне. Ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова